добрый день у нас сегодня будет блог про хэппи-энд с зеркальцем мы в блоге про зеркальце задали вопрос а как будет аллаха и что нужно сделать вы видите я блог делаю без зеркальца почему на самом деле с точки зрения лохи я послал мейл раву гансу он подтвердил мою версию что раз люди обычно такие предметы теряют и не придают им значения то несмотря на то что я их нашел до того как они узнали что они это потеряли если нас как бы такое общее коллективное сознание которое мы предполагаем по умолчанию что люди к теряя такие предметы не придают им значение не будут их больше искать и поэтому изначально считается что они их делают ничейными их можно брать вы находите там бутылочки сосочки носочки и так далее не нужно их там объявлять или что-то такое почему потому что все равно никто не придет не будет их искать людям гораздо проще пойти купить новый носочек чем искать точно мой голубенький с цветочками который потеряла моя доченька вот так это как бы аллаха который подтвердил минер афганцы но момента но смотри зеркальце это на всех случаях это один раз объявить я подумал окей когда я получил этот mail ответ рафганца поставок я выставил блог я получил телефон получил звонок телефона и раздался телефонный звонок через какое-то время мне звонит воспитательница моих детей она как-то раз несколько раз ездила со мной с супругой за покупками то есть мы нам нужно было удобно что она нас сопровождала ей было удобно что мы едем и берем ее с собой и в общем мы были с детками она с детками сидела на заднем сиденье и свою сумку ставила к нам багажник поэтому вопрос о том откуда у меня в багажнике могло оказаться зеркальце которая принадлежит не моей жене мне моей жене очень легко оказался решаем а я об этом забыл то есть это конечно комплимент шерлоку холмсу что если бы у меня было бы хорошо с дидактическим мышлением с методом дедукции что называется тогда бы я вспомнил о том кто ездил у меня в машине и кто мог обронить это зеркальце но я не вспомнил но всевышний помогает не только шерлоком холмсом но и простым евреем типа нас и поэтому когда мы это объявили получилось на сайте толдота мы объявили про это зеркальце а вот это наша знакомая или друг нашей семьи или воспитанница наших детей она смотрит регулярно все наши блоги на любит наши блоги смотрит наши блоги так сказать они нравятся на все время когда приходит нам домой высказывает положительные мнения большое за это спасибо так вот она посмотрел этот блог как она мне рассказала я не могла до конца досидеть потому что с как только я увидел это свое зеркальце которое уже несколько месяцев ищу и которая подарок моей дочери которая ездила в венгрию специально купила мне зеркальца с видами венгрии поэтому я говорю что это мое зеркальце поэтому я и сегодня утром это зеркальце вернул 31 января мы выставили этот блог на его посмотрела позвонила мне в 10 часов вечера что мол зеркальца мое сегодня я как раз и его отдал потому что она сегодня приходила к нам и вот такая вот такая вот хэппи-энд зеркальца вернулась своей к своей хозяйке благодаря двум вещам во первых этот явный признак симан который на нем был ведь с чего началась история этого зеркальца я им пользовался опираясь на свою мысль что раз люди теряют такие вещи и не обращаются и не находят камеры конечно никто не обратился например думал что тот то ехать на машине потерял это зеркальце должен может быть меня спросить он не спрашивает он же знал что он мог потерять не вспомнил неважно я начал пользоваться этим зеркальцем и мой друг синагоги мотива из кстати венгерский еврей обратил внимание что там написано будапешт да обратил внимание что это как бы это зеркальце связано с венгрией и говорит а ты должен это зеркальце объявить я считаю что ты не должен его оставлять себе потому что она у тебя пришло когда еще хозяин и хозяйка не знали о том что они его потеряли я ему сказал что я с тобой не согласен ну как мы уже объясняли поскольку люди такие вещи теряют не обращать на это внимание поэтому я могу этим пользоваться он сказал я спрошу 1 уровень искал что спрошу другой уровень а мы с ним сошлись что мы будем говорим об этом я спросил у права ганса и рамганс прислал мне mail в тот секунду после того когда эта женщина позвонила мне через пять минут после это получилось я получил mail рафганса что ты должен это был один раз объявить я уже написал ему тут же к вода рав говорю уважаемый раввин зеркальце уже нашлось уже нашлась его хозяйка вот такая вот история к чему это рассказываю ну во первых happy end очень приятно во вторых польза от нашего блога выполнили митцу ашавата вида возвращение потери плюс смотрите что такое слова раввина рафган сказал хотя бы раз нужно объявить видите мы объявили один раз вроде бы на толдоте да что кто смотрит толдот и ездит со мной машине был оказался один из нас люди смотрят толдот люди которые не ездят у меня в машине правильно мало достаточно людей которые со мной ездят и еще и толдот смотрят есть один человек который это скроме моей супруги может быть моих родственников но неважно да они бы у них то я спрашивал про это зеркальце понимаете так вот так вот получилось да что есть люди которые смотрят толдот там вы на нем было выставлено был выставлен этот блог слова раввина объявить это хотя бы раз я еще думал до скольку смысл объявляется у нас обычно объявляют потери в газете в городской обычно это на задней страничке думают ну кто это читает по большому я когда делал блог на толдоте я не думал что это объявление о потере это больше было для меня удобства возможность обсудить со зрителями этот логический вопрос но всевышний рассудил это по-другому все же не сделал так что с помощью этого мы выполнили слова раввина который сказал нам нужно объявить это почему этого в это еще не знали нам и при как бы просто напросто сделали всевышний нас вывел на эту митсву таким образом поэтому очень довольны что есть такой хэппи-энд мы заслужили выполнить заповедь торы возвращать потерю заслужили рассказать вам эту историю о том до какой степени всевышний как бы делает аж гаха против до индивидуальное наблюдение ко мне подошел еврей который обратил внимание на то что это зеркальце с видами будапешта он меня натолкнул на мысль о блоге это запозволило вернуть эту потерю хозяйки вот такая вот история большое спасибо до сюда